Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. Не life, it's my life? Да ты запах не упал, у меня в лицо дыхать просто. Ну Зай, обычно у тебя там нет. Расскажи нам. Сегодня был тест по географии, и я, ну вот я хоть и пока с тобой по телефону не поговорила, все-таки надеялась, что она будет думать, что я в курсе про что пишу, только не то слово написала. Ну мне кажется, влажность и осадки. Я перепутеру слово влажность и осадки. Что формирует климат, это температура. И я, у меня все в голове крутилось, крутилось, и для меня все было типа вода, снег. Я почему-то срифмовала с влажностью. Ну потому что осадки, они влажные, поэтому, короче, на прогноз погоды я не возьму. Игра какая принципиальная, не возьму, наверное, ничего права, чтобы в другую посадить. Игра какая она принципиальная, значит все по команде, по зеленому свистку мы отдали, перевернули листки с тестом. Отдали в начало парты. И я сижу, и такая климат, ну типа осадки, осадки. Я руку подымаю, они уже перед, вот, на начало нашего, нашего, короче, стола. Не стола, но у нас столики составлены на географии в ряд. И она собирает их с левой стороны. И мы все вниз риском передаем, да, и мы вниз ответом. Я руку подымаю, говорю, можно я подойду к своему тесту? Она говорит, можно в следующую пятницу, когда я типа его отдам назад. Вот так, типа, любит шутить по черному, как я, да? Я такая, говорю, типа, говорю, я, я говорю, я, ну а наш видит, что в столе мне чисто, говорю. Я просто говорю, ну одно слово, типа, она такая, говорит. И ты такая думаешь, вот ты, блин, хорошая женщина. Она для моего консультанта подписала бумагу, который проставил, что на данный момент в середине семестра я встречаюсь с консультантом, где мы обсуждаем мой текущий грейд, обсуждаем перспективы развития. Ну вот, и она мне подписала эту бумагу, тоже отдавала ее, как украла, понимаешь, вот так вот, переворно, чтобы никто хотела. Прям все сидят в классе, такие думают, что же там написано? Или вот мне так интересно, она отдавала не только мне, но тем, кому нужно, короче. Ну, в общем, она придерживается жестких правил. Очень жестких. Для тех, кто не знает, кто не был с нами с самого начала, подключился сейчас или не видел все влоги, я вкратце скажу и расскажу. В Америке такая схема, вот по крайней мере в школе, и мы видим сейчас в техникуме. Значит, во-первых, в колледже что-то меня солнце в глаза светит. Во-первых, не объявляются оценки в классе, кто за что получил, то есть, если ты со своим соседом не поговорил о своей самостоятельной работе. Мы все пока, ну не то, что мне там интересно, но в большинстве случаев свою работу вот так посмотрели, продолжили. Есть люди, с которыми мы дружим и, допустим, ну мы там перетерли проблемы на селе или порадовались друг за друга. Но в основном это все не поймешь, как учиться они. Ну вот, как Антоша говорил, что они тоже никто ничего не знает, но с некоторыми друзьями своими он там типа меняется. Да, да, но в общей массе это не практикуется. В принципе, учитель не оглашает результаты, все знают, что все сдали, все знают, что получили, а что получили никто не знает. И это такое правило, и уже это правило, как говорится, не нами придумано не первый день, поэтому и воспитаны такие ученики, которые как бы и не меняются этим, они все это сохраняют. Мне, наверное, наоборот комфортнее, что мое дело, мое дело, мне не дело до вас, и я не хочу, чтобы обсуждали меня, как это было, допустим, о-о-о, там, блин, у нее там, ну вот я, что мне вспомнилось, это когда очень сильно обсуждали мое сочинение в прессе. Мне это было неприятно, это было в девятый раз. Короче, когда-то в начале канала писали, чтобы я не перебивал тебя, но сегодня сказать я не буду. Да потому что. А второе, что не происходит в американских школах, ну и в колледже вот меня, как Марининого мужа, не вызывали там на собрание. Пока. Вот, пока. А в школах нету собраний, когда, типа, как вот в Беларуси собирали всех родителей в один класс и начинали там, а Петров там это, а Сидоров не это, а Вовочка вообще анекдот там матный рассказал. Вот, и все там эти двоечники, эти пятерышники, и там сидят, и вот, и бла-бла-бла, и все это неудобно так и некрасиво. Здесь все по-другому. Здесь собрание проходит учитель-родитель, учитель два родителя, и он не рассказывает, как кто хорошо или как кто плохо учится, а он рассказывает, что делает ваш ребенок, что не делает, насколько это он хорошо делает или насколько это он хорошо не делает. То есть его, опять же, не мешают с какашками, то есть не говорят, что он там очень плохой, а говорят, что он самый лучший плохой ученик, и ему было бы хорошо подтянуться в каких-то предметах, да? Никогда не говорят в контексте, что он самый из кого-то всегда говорит, что он... Да, дело в том, что, понимаешь, момент, я передаю, вот мне передали, там четыре парня до меня сидят, они мне отдают, я отдаю, отдаю, та девушка ложит, до меня доходит, я уже руку тяну, а на что? Я говорю, можно, а она говорит, нет. А, так в этой бумаге, которую я буду со своим консультантом на следующем опыта на тебя обсуждать, да, она написала, что у меня 100% A и типа Great Student, но при этом Great Student, то она хрен дала шансы дописать одно слово. Вот слово надо вырезать, мне кажется. Ну, я тебе скажу, сегодня, да, хорошо, что, блин, это не русскоговорящий колледж, потому что все бы были удивлены, когда стоят. Нежное создание, как говорил мы физрук, да, такие слова сказали, иду я такая себе, иду к вам, где вы меня забираете. Там это новое место вокруг нового студенческого центра. Кустики все рассадили, все хорошо, в общем, не ожидая подвоха, я иду себе, иду. Из мусорки выскочилась белка, да что бы она, понимаешь, подавилась этой картошке, которую она там утащила. Это было так резко, Сережа, у меня аж сердце вот так вот сжалось, понимаешь, я вдохнуть потом не выграла. И она это стыкнула. Животное, короче, в общем, неплохая песенка, которую я там утащила детей. Короче, напугала тебя. Да я прямо аж скрипнула, а потом, ну... Сегодня точно так же собака нашего знакомого напугала нашего сына. В общем, я сказала... Собака меня знает. И, короче, когда я что-то делаю рядом с ней, она не реагирует. А когда Антоша как-то что-то... Она посчитала, что он Эрика может... Да, что это агрессивно. Блин, я тебе говорю, она как прыгнула такая с лаем. Вот такая вот маленькая собачка, то интерьер. Ёлки-палки. А, нет, подожди, сначала она на Антошу, а потом пришла... Эээ... Дочка. И она, короче, сорвалась у него с рук и залаяла на дверь. Блин, я тебе говорю, там я вообще... Ну, я как-то, во-первых, отвык от этого. У нас были собаки, и... Ну, когда ты с ней живешь, ты готов, что она там на что-то залает. А это мы сидим такие Чайковского с кофеичанским себе попиваем тихонько. Тут такое... Я тебе говорю, блин. Ну, я часто слышу, как она гавкает. Когда, допустим, в бассейне там или еще что-то. Так, понятно, Зайка, ну, ты находишься где-то через стенку. А то мы тут сидим за столом, все так дружно-мирно. Да я не знаю, испугался или Антоша, испугался я, блин. Я, короче, на эту белку такая злая. Короче, я и бусы целого. До третьего колена ела. Все, что... Ой, в общем, потом у нас был класс по успеху. После этого, после географии уже. А по географии у нас в среду экзамен. Ну, так что, короче, мне спать я буду, наверное... А сегодня у нас понедельник, среда. А, так нормально, ты еще куда-то будешь. Ну, Зай, ну, у меня же помимо географии, понимаешь, как бы, есть другие уроки, которые я тоже должна... Не, ну, в смысле, не день через... Держать под контролем. Не день через день, что главное начинается. И что я хотела сказать? А, класс по успеху был. Мы заканчивали работу над планированием своего трансфера в университет. В общем, она мне сказала, что так как у меня очень много вот этих классов, которые не трансферные, она мне посоветовала, что есть какая-то система, ее нужно с консультантом обсудить, и мне могут обязательную американскую историю, допустим, поставить вместо социологии или еще чего-то. Ну, можно одно на одно заменить, и мне на два класса нужно меньше брать, допустим. Так, а что значит заменить? Когда ты делаешь трансфер в университет, есть определенная форма, где идет перечень, допустим, раздел 1. Типа, вместо того, чтобы тебе сейчас не брать историю, тебе поставят два предмета, которых ты выложил. Нет, историю обязательно должны взять. Ну, гипотетически. Да. Вместо какого-то предмета, который должен идти туда, ну, ты не взяла его? Да. Типа поставят два, которых ты набрала? Нет, мне историю ставят, историю, что я пока не брала. Сереж, я составила, исходя из одной бумаги, которая есть в общем доступе, какие классы мне нужно брать для трансфера в университет. Но в конце этой бумаги вот такими буквами написано, что все, кто делает трансфер в Кау-Университи, должны, типа, взять историю такой подбитой, историю такой подбитой. И я их себе дописала отдельно. Но она говорит, у тебя уже вот так вот, говорит, классно, да? Говорит, ты поговоришь с консультантом, и она тебе покажет место, куда ты можешь, допустим, мне для того, чтобы сделать в Ранчо Домингос в университет трансфер, да, мне обязательно нужно социологию взять. Она говорит, она, ну, говорит, они разбираются, они профессионалы, она тебе вместо социологии, она тебе поставит историю эту ставить. Мне просто на два класса меньше нужно брать. Я не совсем понимаю, что вставить, как она может поменять, типа, если предмет должен быть, и его нет. Зай, ну, они же на этой не учатся, они этим и зарабатывают. Ну, в общем, когда вам это надо будет, то... Консультант нам в помощь, потому что, честно сказать, я три дня этим занималась, я разобралась в системе, но все равно, чтобы все эти тонкости понимать, это надо этим заниматься. Неправда то, что вот мне сразу показалось, ой, типа, такая я сейчас возьму и сама себе все тут распланирую, да. Можно распланировать, но все тонкости ты все равно знать не будешь. Но, опять же, колледж в этом очень помогает, потому что учительница нам сказала, что будут проводиться в течение времени, когда можно подавать документы на трансфер. Эти вот проводятся, ну, воркшоп их называют, типа, когда ты придешь, и тебе помогут заполнить бумаги для подачи в университет. Тебе прям все, говорит, там, разжуют, типа, не надо волноваться, все будет хорошо. Такие вот дела. А потом, получается, мы сегодня много обсуждали о том, что учительница, она говорит, я вообще читала, у нас было задание, эмоционный урок, нужно было три дня отслеживать свои эмоции, записывать, чем они вызованы, ну, к примеру, соседи там пели в караоке. Почему все время думаю о соседе? Потому что они сегодня пели, или вчера пели, они уже заколебались. Пели в караоке, была там злая. Ну, и, в общем, это делать нужно три дня, и прям вот по часам, в семь утра, проснулась в хорошее настроение, думала там, блин, в пол восьмого они запели, на день, о бабушке, настроение пропало. В другой день проснулась в пять утра, нафига так рано, блин, миддлскул начинается. Ну, и вот такое вот. И свои мысли, свои эмоции. Обязательно нужно обозначить эмоции свои, а потом написать, как на две страницы печатного текста, написать бумагу нужно было о том, она там дала определенные вопросы, было ли легко ли тебе со своими чувствами разобраться. Так вот сегодня она посвятила весь класс этой работе, она их уже оценила, у меня 50 из 50, но она посвятила тому, что она говорит, вообще говорит, я была в шоке, на такое ощущение, что говорит, я вас вообще никого не знаю. То есть, все это происходит по нормам. Она читала, да, и она говорит, я поняла, говорит, что сегодня мы не будем думать, как нам детей воспитывать, мы будем думать, что нам делать с вами. Потому что половина, короче, у нас в тревоге, женам, расстройстве находится, вторая половина в депрессии. Короче, люди как бы не стеснялись, наверное, писать что-то, что стесняются, пройти отзвучивать. Вот то, что мы во всех студенческих влогах говорим, что кто-то не боится сознаться, что он может подчехлиться периодически. Котик, ну ты же помнишь красавицу мою из 40 классов, которая рассказывала, что я пью несколько, сколько, она же 4 дня в неделю. Мы, в общем, очень такие люди рассказывают такие вещи, о которых даже в другой семье-то, в общем-то, вслух не сильно разговаривают. Вот, и поэтому, вот видишь, и получается, мы сегодня 4 часа. Оказывается, не договаривают люди? 4 часа мы просто посвятили разговорам о себе, о том, как самим себе помочь. Она нам дала телефоны, которые можно звонить, чтобы с психологом поговорить. Она опять же почерпнула, что можно в колледже психолог. Она сказала, что она готова помогать в любой ситуации, потому что очень, ну, как она говорит, я не буду, говорит, тыкать пальцем в кого-то, говорит, да, потому что, раз это не показывается на класс, значит, я буду говорить, мы обсуждали все проблемы, но мы не... Не говорили, опять же, о личностях. мы не переходили, Катариночка, подожди. Короче, кого-то там дома ударить, мы говорили. Депрессия, тревожные расстройства. Мы обсуждали даже о ментальном здоровье и о том, что человек сомневается в том, что он здоров и где он может поиметь помощь, взять себе помощь. В общем, вот такая стопка телефонов и даже если типа совсем-совсем все плохо, то в 2-1-1 звонить, это скорая помощь, которая, грубо говоря, ментально тебе поможет, эмоционал-суппорт тебе даст. Она говорит, а вообще, говорит, знаете, что говорит, если вот, ну типа, накрыла, образно говоря, по-русски, говорит, не надо стесняться даже в 9-1-1 позвонить, потому что, говорит, 9-1-1 знают все, а в сложный момент никто не вспомнит 2-1-1 или 3-7-1 там допустим, да, говорит, звоните в 9-1-1, с вами поговорят, говорит, и ну типа, это хорошо, говорит, позвоните мне, говорит, я рада с вами поговорить. Ну вот такие дела. Что у нас там происходит? Катаринка так пьет за стаканок, знаешь, это маленький верблюдик пришел на водопой через месяц, мытани или мыкани по пустыне Сахары и такой, и оторваться не может. Ну и вообще... Спонсор сегодняшнего кофе, дилер Хонда, Скотт Робинсон. Я просишь за Хонда? Это, скажем так, подарки, вот, а в следующем влоге я расскажу, как Хонда пытается развести своих кастомеров на бабки, следит за вашими деньгами, так сказать, но и делает подарки. Дороже, чем стаканчик коэффициент. Ну и вот мы поговорили, она потом раздала бумаги и опять же сказала, что по итогу говорит, типа, просмотрите свои бумаги, кто считает, что должен со мной поговорить, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, я всегда, типа, открытая для общения. Я, если хочешь. Я вас не мешаю? Не, извините, мы с ребенком тут это, своем. Не, не перебивались, она сказала, она сказала, она говорит, я была в шоке, пока читала, говорит, я чувствовала себя, говорит, вот читаешь про кого-то, кого ты знаешь, типа, да, и потом сидишь такая, типа, и сама уже думает, что случилось, или себе помощь заказывать, или сразу тем людям, да. Она говорит, я, я, просто я думала, что, говорит, многих вас, кого я веду, три курса, четыре курса, да, что я вас знаю, говорит, а оказалось, что будет, ну, типа, закрытая, вы не говорите, не показываете свои эмоции. И я повторюсь, это в американском обществе, в котором уже, вот Марина, учащаясь в колледже, уже думала, что уже про всех все знает, даже больше, чем хотелось бы, но раз так слушаешь и думаешь, ну, ваши персональные, это настолько персональные вещи, я знать не хочу, но оказалось, да, что есть, есть еще потенциал, да, есть куда, с чем разбираться, и рад. Вот, ну и все, день закончился, всем спасибо. Вы были на канале. Наша жизнь в Америке. New Life is My Life. Подписывайтесь на наш канал, обязательно, те товарищи, которые просто смотрят нас, я сегодня смотрел статистику, 60%, 1% наверное подписался, 60% все еще смотрят без подписки, поэтому подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будет удобно, к вам будет приходить, уведомления о новом видео, и вы ничего не пропустите, и все будете знать, и до встречи в интернете. Пока-пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok